привет зритель так как я считаю что я завтра свалю в деревню то я решила что можно бы записать мунбанг у меня есть один целый спонсор на уровень мунбанга у меня тут как бы салатик ты наверно так у меня уже видел салатик только он немножко другой тут зеленый лук двоится и вместо сметаны ну да щепотка соль вместо сметаны у меня простокваша на козье молоке потому что сметана не случилось закончилась сметана сметана другая у нее немножко срок годности уже ну старенькая такая сметанка в окошко что-то истерик что-то ей надо я и тут давала поесть она значит со стола хочет из миски не хочет у меня оставалась сметана если ты подписан на телегу если не подписан узнает где-то телега в инфобоксе есть ссылочка там есть под к шампуня который я ваяла на мыльной основе для шампуня и сметане вот сегодня голову этим помыла на правду очень до конца высохла ну короче в общем у меня вместо сметаны салат за масляным кефиром не на стол так на это на какие-то моржи главное не на стол мне тут есть куриный бульон с соответственно куриным мясом укропом и это самое с ботвой редиски первый раз добавила вообще тут ну попалась передиска садовая мне тетя говорит может ботву в салат положить а я как-то была у меня редиска садовая с ботвой думаю приятеля спрашиваю грубо что это в салат а он мне типа те чё есть что ли я думал может правда не кладут а тут добавила салатик немножко и довольно вкусно было а тут еще оставалась оботва я добавил ее в суп вот сейчас попробую но у меня есть черный хлебушек сзади у меня там есть чай порошковый вам потом возможно добавится сейчас мы с тобой поедем я снимаю с того ракурса как конфеты делала человек сказал камин так что такой ракурс для мунбанга сам это ничего так прикольно может ты присядешь как-то и дашь хозяину поесть спокойно а тут и трешься об руку которая ложку держит вполне можно ложить ботву в суп куриное мясо мелко порезанное у меня вообще это бульон на голенях куриных там было четыре штучки было две поменьше две такие средненькие у нас там гразинь третий день летом даже такой вполне приличный дождик а кошка может ты или как-то преляшешь вот вообще запалит вкусная зачем запалит вкусная шопа ты же кошка когда ешь я к тебе на колени не приду прям можно сказать зеленая ищи у меня была такая мышка в голове которую хотела изучить пока ем и забыла как только села поесть это вполне совсем себе бульончик можно прям было в чашку налить и выпить кошка если с меня вдруг будет падать еда на тебя то это ты виновата почему вы тебе не лечили кругом на ноги так как поесть еды на камеру если кошка суёт голову везде я не против что ты мурлычешь ну дай хозяину покушать у хозяина еще что-то нос согрелся так вот волосы когда их мыла этим шампунем самопальным скрепили когда я смывала его может только они чуть подольше сохнут я вот так что я в зеркало глянула они вроде как вполне себе уже форму приняли так я тебе говорила нельзя на стол лазать по крайней мере когда хозяин кушает когда хозяина нет можешь лазать потому что хозяин-то все равно ничего не делает что-то все свои а кто не свой тот просто еще не вкинулся как-то вот у меня получилось что я вчера сварила пару яиц и думаю может что-нибудь сделаем вообще я хотела сделать макарон вчера было вчера ну так получилось что пока вспоминала как собрать эту макаронную машину пока искала инструкцию в итоге в интернете я не считала ее стало поздно думаю ну сделала на следующий день на следующий день было как-то некогда а потом я пошла к выводу что знаю лучше делаю после того как я деревню перейду и в итоге яйцо которое лежало на макароны подвало с собой подружку или подружку в общем другое яйцо с этого самого осталось когда я их сварила а сегодня их уже очистила еще думала что бы такое заварить на второе но у меня есть зеленый лук у меня есть пара яиц так как вчера еще был завтрак а сегодня его благополучно провалялось то еще вышло наверное можно сказать даже диетический суп обед потому что супчик такой бульончик кстати зритель если у меня сметана но есть кефир вполне это вкусно ничем не хуже так как кефир довольно такой ну жиденький он там весь утрамбовался он взбивался пока ехал от вытера до сюда десяти километров он такой вот ну а то вообще кефир практически я чуть-чуть его полила совсем ну что думаю сметаны то положено погуще а кефир если больше парьешь то будет совсем вода но все равно довольно более-менее жидкий можно вообще даже ложкой я еще довольно крупно порезала яйца в этот раз не вилкой хмела на доске резала и крупные перья такие из теплицы мне нравится мчасть лук 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 мне кажется что у меня волосы слегка отросли потому что челка больно длинная там даже как бабушка называла этот подсет но эти волосы которые свежие свежевыращенные волосы вырезали потому что у меня не было такой вот может месяца два назад длинные внезапные челки самопольные чего не ну прыгай черт с тобой страдается у меня тут хлеб разломался я какой-то довольно тонко порезала и пока резала но это не так вот 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 Кошка Вот хозяин сегодня валялся Что-то с хозяином не повалялось Обязательно садиться, когда я ем Луток смешался с этим самым С кефиром и прям практически соус какой-то Желтенький Который вилкой уже не подцепляется Кошка, я могу тебя угостить, хотя я не помню, есть что такое Одно время ела белочек, потом ела желточек А желточек ела исключительно полусырой Из макалки Так, надо мне Одно убрать, другое достать Жидкость в итоге досталась Кошке желтенькая Мне она ее радостно вылизывает Ой, на полу У меня тут есть очень вкусная штука Яблоки В апельсиновом сиропе делала моя тетя в прошлом году Чай зеленый порошковый я разбавила Остатками, там еще на раз, наверное, осталось Молока В этот раз кипяченого Козьего Что-то у меня в этот раз Такое-то быстро молоко уфинтюрюрилось Когда я там возила А, во вторник я возила капли выдры И молока заодно взяла Блин Еще и липкая Как тогда... А, вот, что-то Теперь липкая 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 Надо помыть Так вот У нас сегодня что? Пятница У меня это молоко как-то вторник Среда, четверг, пятница Даже можно так Среда, четверг, пятница Если по времени примерно вот Как бы я оттуда вернулась За трое суток молоко полтора литра Как-то Вышло Манку варила В чай добавляла Хлопья эти кукурузные палки Вон Молоко В апельсиновом сиропе Когда делали это Мне сказали Что такое сделали Я думала Ну, хочу попробовать Я-то думала Чисто вот Ну, кусочек того Когда варишь варенье По банкам разливаешь Чуть-чуть остается А мне целую банку выдали Я ее поставила Типа, сейчас не ешь Потом Ну, зимой, соответственно Про нее забыла Я тут что-то полезла Посмотреть, какое у меня есть варенье И калиниус мою там достать Чтобы деревню баночку взять одну И смотрю, у меня тут Какое-то варенье Думаю, вау Вспомнила Это персики в яблочном сиропе Оказалось, это апельсины Яблоки в апельсиновом сиропе Ну, что, когда смотришь на них банки Они вот такие Ну, похожи, короче Как будто вот Поведу, как на полонте персиков Это же очень вкусно В общем, тут взяли яблоко Пробили из него серединку Разрезали его на кружочки А дальше не знаю Дальше ваша фантазия вам подходит Кошка, это сладкое яблоко Ты все равно есть не будешь Ничего, что ест, хозяин вкусно Для тебя Ну, вот Капелька сиропа на стол копнула Надо вытереть Ну, и хотя бы положить на него бумажку Чтобы знать, что тут гибко Банка-то слегка в сиропе Поэтому стоит на бумажке Я думаю, тут все свои Можно глотнуть прямо из банки сиропа Я так уже делала Мурлычет, мурлычет, мурлычет Кошка, если повезет завтра в деревню Мы поедем Не надо менять Вот смотри, зритель, вообще Ее хозяин гладит Она кусается и царапается Ну, не нагло ли ты, а? Царапнула Придется перекись утерлить Прямо на тебя сейчас повезет Кошка жопа Бум Хулиганка И сваливать ведь она не собирается Сваливать она не собирается Жук такой Иногда попадаются маленькие такие кусочки апельсиновой шкурки Тонюсенькие Кошка, у хозяина и так рано, как тебя Все ноги Видит более-менее плотное, что она и по ним забирается Или просто цепляется Судя по всему, тут еще три кружочка яблока Хорошо, когда все близко Напугалась Кошка Мне же еще надо слопать в бразильских коллегах Я их сегодня еще не еду Я так понимаю, там уже отгромыхало и просто дочек идет Это маленький орешки Это маленький орешки Можно закрыть ее Моей целью слопать его Для того, как я в деревню еду Ну, в смысле, если, допустим, сегодня еще поесть Завтра с утра Поэтому оно в приоритете другими сладостями Тут же была липкая штучка Все впиталось в бумажку Да, в камеру смотрите, я в окно буришь Там все такое, сразу много зеленого стало Моей целью сладостями Моей целью сладостями И кусающаяся И кусающаяся Горячевасто Надо было мальчиком разбавиться Моей целью сладостями Ммм, кусок ореха застрял в углу Даже два куска Но они уже выше Жителя, ты знаешь, какое-нибудь необычное варенье В прошлом году был год яблок По крайней мере, у нас В нашей местности Но из яблок что только не делали Я нашла в зале же Пастилы самопарней Один пакетик тут оставлю А другой пакетик в деревню положила Вот встать бы, молока бы достать Дозалить до кота Вцепиться сейчас в меня опять Потому что я встаю Уриганка Уриганка Жук на вознюк Жук на вознюк Я вообще хоза, почему я называю жуков-навозник Ничего против жуков-навозников не имею Я тут что-то как-то сжала все, что не приколучено Ну как-то у меня мяса было много Костей было много Ну в смысле, кости-то большие тут собачки Сейчас складирую и отвожу в выдры Что-то еще было много Я ее тут беру Как раз когда лос-то склеивала Она такая тяжеленная Говорю, Олечка Тебе надо похудеть А то поедем в деревню Я же тебя не упру Не подниму И она, может быть, меня поняла Потому что что-то у нее тут была какая-то еда Она ее есть не хотела Со стола у меня Так по мелочи что-то я взяла Подсела на кефирчик Мне больше приколадут Когда я только налила все в чашку кефирчик Из холодильника Чтобы он постоял немного Погрел Ну не был таким холодным Я его выпила И думаю, сейчас я ее налью Я отворачиваюсь И она уже из чашки половину выпила Ну а то нет И что Приходится эту чашку Ей туда обратно выливать Из миски она не пьет А из чашки ходя и сказать Пожалуйста Да, Жук? Жук Жук на возьмем Ты за зрителей все, наверное, не знаешь Не весь же зритель из телеги Там только 93 землякопа С учетом меня и ходите Короче говоря Мой халатик любимый Которому лет 15, если не больше С бантичками Такой коротенький С капюшончиком изнутри Красненьким С такими этими Полосочками снизу Вот на руках Красненькими Сначала на нем было две дырочки Думаю, ну ладно Они такие незаметные Можно, конечно, сразу порвать на тряпочки Но они незаметные И еще вроде как живой такой халатик И тут я с него Его растягиваю И у меня такая-то Собачка вот эта Куда-то фигак На одной стороне Вот эта на другой стороне А змейка вот так вообще Отошла Я думаю, блин, все Халатик утрендец Хотела эту змейку как-то Собачить Понимаю, что она вообще отошла И я взяла ноженки Чуть-чуть так отрезала Даже еще не успела дернуть Как он у меня Пошел весь Вот как вот тряпочка Которая совсем 300 лет На такое ощущение, что Ну это еще хотя бы 15 лет Ивановский халатик нормально положил У меня такой серии были С бантиками, с косочками С парижской вот этой Башни, еще что-то Халатика Три Три точно, может даже четыре Разное время Примерно в одно и то же время Где-то так 15-18 назад Мне далили и родственники И друзья Иногда в один год На один и тот же праздник Сразу два халатика Разных Хорошие халатики Там и пацанее были И мне кажется Даже с пуговкой были И покороче И два как минимум Было на смеечке И значит этот Они вот столько жили А бывают Вот были у меня голубые штаны Лен 10% 90% хлопок На Вайтбрис покупала 345 рублей Как сейчас помню Еще года не прошло Где-то осенью Их покупала В прошлом году И они у меня Где-то через пару месяцев Там раз маленькая дырочка Еще что-то Еще что-то Тут я их постирала Смотрю Они вообще такие Вот прям марно Я их сад свезла Чтобы там на сменку Ну вот приехал Поливать что-нибудь Переоделся Только туда Вот хорошо вспомнила Футболочку еще какую-нибудь Тогда Преоделся И пошел Ну для сада Самая то А дома У них уже не походишь Они вообще как марра А покупаешь У меня как новый материал Где-то покупала А на Вайтбрис Также У меня были вот Эти велосипедки Не велосипедки Леггинсы Не леггинсы Штаны Короче Чуть ниже колена В обтяжку Для велосипедов Одни вполне еще норм А другие Ну там где-то В общем одни Которые норм Там хлопок И что-то еще А другие чисто хлопок Они у меня на второй месяц Уже вот так вот пошли все Причем ладно Мы по шву Они вот где-то вот так вот На коленке Я даже ничем не ударялась От дырочка Под коленкой Дырочка Еще что-то Даже кошка на них не висела Что за качество материала И ведь цена-то как бы Ну не 100 рублей Не 200 такая Вполне себе Нормальная цена За такую цену Можно купить Вполне себе 50 грамм Какой-нибудь Голубой мати Хорошего качества Так вот Больше без добавления молока Я недавно допиваю Этот порошковый чай Ой я Думала что у меня Весь порошковый чай закончился Хотела купить Но уже Как бы я перед деревней Даже планировала Чуть раньше уехать Но потом За их тягнула Потом еще что-то А потом еще что-то Вот надеюсь завтра Что-то уедем И я ничего не заказывала Думала Ну во-первых На Азон доставка Какая-то стала Нестабильная Должны допустим Завтра доставить А рано 2 Еще перенесут Эту доставку На Вайтбрис Оно конечно быстрее Стало ходить Но не всегда Эффектно Рисковать Вот ну На Вайтбрис Еще 2 недели Этот заказ Может проезжать А на Азон 5 дней Ну плюс еще пару раз Продлить можно Ну в смысле На пару дней Можно продлить А я вроде как На неделю Хочу сварить И я подумала Ну это как бы Переживу Закажу уже потом И тут что-то порезало И смотрю У меня есть еще Пакетик мати 50 грамм Ну он такой вот Парашненький Конечно же Почему-то до России Не доходит Даже из обычных Японских супермаркетов Просто народная мать Не доходит А сейчас вот Можно чуть-чуть Еще долить Там потому что Совсем чуть-чуть осталось А как-то говорят Говоря с камерой Почти всю эту Осадку выпила Вообще ее в принципе Полезно выпивать Пищеварение улучшается Заварку он Японскую Японцы советуют Даже сажать При случае Я когда тут ехала Вчера Хотела сказать Выдры Но это по пути Как выдры Он граммахает Ехала в этот Догреха воручая В ту сторону Короче говоря Вот тут ролик На канале И у меня было ощущение Вкуса Чая с хлебушком Ну гемантина Гемантина у меня закончилась Она вьетнамская Она была на раз У меня может быть остался А может и уже нет У меня вообще Какой-то склад Этих пакетиков Из-под чая остался В этот раз у меня Что-то складируется Исключительно пакетики Из-под чая Съесть или выкинуть Приеду потом Из деревни Если найду их Соберу и опишу Я еще в курсе Что я давно Не писала роликов Как вот что-то я купила И потрясти на камеру Вот в магните Там купила То все Тут 5 бананов Купила в магните Чтобы специально Взять их с собой Когда вчера ездила туда Думала Что я буду жрать хотеть Съезу 5 бананов Купила полторашку Минералки Еще пол литра воды С собой взяла Бутылочки отдельно В итоге только воду пила Я вчера приспирилась Сверхой приходит Говорит Это ты что В деревню купила Бананов 5 штук И вроде Говорит Они со мной ездили Туда вот Греховую ручку Ты что хотела Их все съесть Я говорю Да Я думала Что буду хотеть есть То я только пила воду Короче Над ним бананом Я поделилась Два банана У меня осталось И полтора банана Я вчера заховячила Один так что-то Так хорошо заховячила А второй ем И понимаешь Что вполне одного Похватило И вот У меня тут полбанана Лежит Мучается Надо его потом сожрать Короче я хотела Я почувствовала вкус Вот этого ощущения Германтии И подумала Что вьетнамскую Покупать больше не буду А попробую В этот раз Купить какую-нибудь Там русскую Чайную компанию Матью Как в 2010 Где-то году Я покупала Или в каком-то В каком-то году Мы с подругой ездили Потом еще Я покупала Ездили мы с ней В эту В Кострому И там был такой Рыночек И отдельный Магазинчик чая Я помню Она на рыночек На два часа ушла А я в магазинчике чая Вышла потом С тревя пакетиками Кучу денег Что-то оставила Но там как-то Не то чтобы Кучу денег оставила А немного денег оставила Там какие-то Очень бюджетные Цены были Я бы еще Может съездила В Кострому Хотя наверное Да Наверное В 2012 Скорее всего Год был Или в 2011 В 2011 Мы ездили С ней В этот В Плёс Первый раз Я была в Плёсе Может тому времени Там уже и нет От того магазинчика На этом рынке В Костроме 10 лет прошло Если в 2012 Мы ездили Ну и короче Я там купила Что-то 200 грамм Этого Чая с хлебушком Гемонти И он был Ну как бы Японский Но русской фасовки Он был Ничего такое Потом я где-то купила Такой же Но он был Китайский И качество у него Вполне нормальное было А потом Мне привезли Из Японии Сувенирчиком В 2013 Что ли Году Вот этот самый Маленький такой Баночки 30 грамм Гемонти Вообще Как та Которая Допустим Из Костромы Была Короче Дофига вкусная Я поняла Что я хотеть Раз из Японии Оно почему-то Не шлется Ну я не знаю Сейчас ситуацию Мировую С одной стороны Корона вроде как Прошла С другой стороны Вместо короны Придумали другую Хренотень Не будем о грустном Которая делает Эта хренотень Для амбиций Других людей Делает проблемы Населению Разных стран Не задействован Ни в чем Подобном Короче Не остродат У меня совсем Чуть-чуть осталось Кстати еще есть У меня есть Мугитя Что-то он мне Все время не пошел Хата Мугитя С первой посылочки Еще чайный У меня есть Вот с последней Посылочки чайный Тут еще на раз Осталось Я тут что-то заварила У меня как-то много Сыпнулось Я дня 4 пила Я вот такой Хайфовый Потом заварила Немножко У меня там еще есть Чуть-чуть И вот еще На раз осталось Ябукита И у меня еще есть Немножко Ходзитя Ну я Ходзитя Видела на Азон Ну как, рублей что-то 200 с чем-то По-моему, той фирмы, которую я покупала У них какой-то там Какой-то зелёный чай, который я тогда Тоже как-то обозревала И, короче, этот, по-моему Я сейчас не сколько ем, пью, сколько говорю, да И вот я там увидела Ходьки, в общем, у меня осталось хоть дитять совсем чуть-чуть Вот этого И Хатамуги-тя Я хочу потом Купить, там я видела цветы тоже Ну, что-то 200 с чем-то рублей за 50 грамм Что-то я там видела Короче, в общем, я вчера ехала, я понимаю, что хочу этого чая Думаю, приеду домой заварю Думаю, понимаешь, что у меня нет этого чая, именно этого чая Там вот это сочетание Вот этого зелёного чая обработки И риса Обработки тоже Оно такое особенное Там есть отдаём зелёный вкус Вот просто от какого-нибудь той же ябукиты Но дополняется-то вкус ещё риса Но такого риса-то нету Всё, я тут всё выпила Вообще всё выпила, бесец Короче, зритель на такой, наверное, странной ноте Я с тобой прощаюсь Надеюсь, ты смог пожрать Возможно, захотел попить чаем Возможно, захотел поприветствовать Лёлю На обзор каким-нибудь чаем тоже А возможно, не захотел Пока Чавк, чавк, чавк Чавк